Всем привет! Принесли жесткий диск на восстановление информации. Образец достаточно старый, о чем намекает дата выпуска на шильдике. 2000 год. Ну и конечно же, это диск еще под интерфейс IDE, который в современных материнских платах уже не используется. На моей плате, например, нет соответствующих разъемов. Здесь только SATA порты. Владелец тоже не нашел, куда бы можно было подключить диск, чтобы считать информацию. Поэтому и обратился ко мне. Кроме этого, упоминалось о каких-то проблемах с диском. Но это мы сможем понять уже после того, как подключим его к компьютеру. Чтобы можно было как-то подключить этот диск к современному компьютеру, придется воспользоваться адаптером. В продаже имеются переходники с IDE на SATA, и их лучше использовать, если планируется постоянная работа диска в системе. Но так как мне для копирования информации требуется однократное подключение, приобрел IDE USB адаптер. Может показаться, что это удобное решение. Просто подключил адаптер к диску и кабель в USB порт компьютера. Но нет, жесткий диск не заработает без подключения кабеля питания. Было слышно, как двигатель диска раскрутился. Скорее всего, с механической частью у него все в порядке, и можно подключить USB кабель. Устройство определилось, но почему-то в системе не отображается новый диск. Здесь как было 4 моих диска, так и осталось. Во вкладке управления дисками программы управления компьютером тоже только 4 физических диска. Это может говорить о каких-то аппаратных проблемах с нашим старым жестким диском. Но немного странно, так как в диспетчере отображается устройство, соответствующие модели диска. Для интереса подключил адаптер без диска. В этом случае он в диспетчере не отображается. Хорошо, давайте посмотрим, что могло произойти с этим диском. Внимательно смотрим его внешнее состояние. Может быть за время хранения он получил какие-то повреждения. Все может быть, но ничего особенного не обнаружил, кроме одного момента. На интерфейсном разъеме отсутствуют два контакта. При этом верхний из них является ключом и защитой от дурака, чтобы шлейф нельзя было подключить наоборот. Этот контакт отсутствует на всех IDE дисках. На плате монтажная площадка под него даже ни с чем не соединяется. А вот второй контакт, который отсутствует в разъеме, распаян. Вот он. И от него идет дорожка, то есть он задействован электроникой. Давайте извлечем плату, чтобы можно было осмотреть разъем с обратной стороны. Выкручиваю винты и отключаю шлейфы. Это часть того второго контакта, который в разъеме отсутствует. Очевидно, что он был поврежден. Такое могло произойти, например, при неаккуратном подключении шлейфа. Чтобы восстановить работу диска, нужно установить новый штыриковый контакт. Диск после этого должен заработать, если нет каких-то дополнительных неисправностей. Откуда же можно взять новый контакт? Элементарно, здесь имеется целый набор штырьков, которые не используются. Сниму одного из них и установлю на место сломанного. Выпаиваю контакт, чтобы он мог свободно шевелиться. После чего с помощью тонкогубцев продавливаю его вовнутрь. Получилось не очень удачно. Обломалась та часть, которая припаивается к плате. Но это не страшно. Главное, что мы добыли подходящий контакт. Ставлю его вместо отсутствующего, впрессовывая до щелчка. Далее выпрямляю половинку, которая уже была, и спаиваю две части вместе. Вот и все. Внешне выглядит вполне неплохо. Проверим работу. Для этого устанавливаю плату на место и подключаю диск к компьютеру, питание и USB кабель. Устройство определилось. И появились два новых диска с метками музыка и фото. В управлении дисками появился пятый диск объемом 10 гигабайт. А вот то, ради чего все и затевалось. Горы фотографий, потерять которые было бы владельцу диска очень неприятно. Всю информацию с диска копирую. С этим проблем не возникло. И на этом считаю свою миссию завершенной. Пожелаю вам почаще делать резервные копии важной информации, чтобы никогда не оказаться на месте владельца этого диска. Спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова